Генерал-майор, бригада по вашему приказанию построена. Командир бригады, полковник Ташин. Сегодня на базе 38-й отдельной Венской мобильной краснознаменной бригады состоялось торжественное представление составу подразделения нового командира. Согласно приказу министра обороны им стал Дмитрий Соболь, до недавнего времени находившийся на должности начальника воздушно-десантной службы 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады, дислоцирующейся в Витебске. Новая должность возлагает и новые обязанности, главной из которых – поддержание высокого уровня подготовки военнослужащих. Именно этим на протяжении многих лет отличаются берестейские десантники. Основной акцент в подготовке на этот год в силу специальных операций возложен на 38-й бригаду. Все самое сложное в этом году будет у них. Поэтому мы надеемся, что в таких рамках новый командир выполнит то, что мы от него ждем и что мы от него хотим. Военнослужащие 38-й отдельной Венской краснознаменной мобильной бригады являются постоянными участниками показательных и тренировочных учений, которые проходят как в Беларуси, так и в других странах. Высокий уровень профессиональной подготовки, особый патриотизм и уникальная сила духа помогают берестейским десантникам демонстрировать хорошую военную выучку. Это еще раз подтверждает известный девиз представителей войск дяди Васи – никто кроме нас. 2015-й принесет в напряженный график военнослужащих значительные изменения. Этот год сложный, стоящий перед бригадами. В ходе этого года спланировано много учений. Это связано с учениями и как международного плана, так и с учениями, которые будут проходить внутри государства. Поэтому командиру есть чем заниматься, есть куда готовить людей. И я думаю, что у нас в ближайшей перспективе будут комплексные проверки боевой готовности соединения частей. В рамках занятий мы посмотрим, как за этот короткий промежуток он сможет сплотить людей, подготовить и выполнить те задачи, которые будут. На протяжении многих лет 38-я отдельная венская краснознаменная мобильная бригада является особым местом в городе над Бугом. День десантных войск, 2 августа, прочно закрепился в календаре городских праздников. Крылатая пехота – мощное оружие, которое благодаря особенной слаженности и уникальной внутренней силе духа и сегодня имеет имидж одного из элитных подразделений страны. Меняется время, меняются тактические задачи. Однако главное – сохранение ратных традиций воспитания воина. Новый командир части Дмитрий Соболь видит приоритетные задачи своей работы. Служить родине, делать те дела, которые нам приказаны, поставлены задачи верховым главным командующим, министрам обороны. Не посрамить дух сил специальных операций, тем более на Брестской земле. Здесь многое связано с мужеством, высоким профессионализмом. И на этом, в принципе, обосновывая все это, беря внимание, как говорится, строить свою работу. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявко, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.